Бывшая жена Владимира Путина распродает многомиллионную недвижимость по всей Европе. Первыми на продажу выставлены две квартиры в элитном жилом комплексе Ломас-де-Ле-Рей, расположенном в курортном городе Марбелия на юге Испании. Этот жилой комплекс Ломас-де-Ле-Рей или Королевские холмы располагается на так называемой Золотой Миле Малаге. У жильцов в общем пользовании есть четыре бассейна, клуб отдыха и круглосуточная охрана. Все это окружено несколькими гектарами роскошных садов, за которыми постоянно ухаживают садовники. По мнению ряда испанских СМИ, срочность продажи связана с опасением владельцев попасть под санкции Евросоюза, которые в том числе предусматривают и арест недвижимости. Дорогостоящие квартиры в Испании – далеко не единственная европейская недвижимость Людмилы. По информации расследователей команды Навального, Людмила вместе со своим новым супругом Артуром Очеретным активно скупала квартиры, дома и виллы на юге Франции. В декабре 2013 года, то есть через полгода после объявленного развода, Путина покупают здесь вторую виллу. Точнее, правильно сказать, очеретную. Именно на Артура Очеретного оформляют вот эту великолепную 450-метровую виллу за 5 с лишним миллионов евро. Как видим, после развода с Бункерным Людмила зажила на широкую ногу. Получается, что за 13 календарных месяцев новую возлюбленную Людмилу Путина и директор ее фонда спустил на европейскую недвижимость больше, чем полмиллиарда рублей. И не просто на какую-то недвижимость, а на недвижимость знаковую, в тех местах, с которыми у Людмилы Путина и связаны самые теплые воспоминания. Куда хочется возвращаться. Но откуда же взялись десятки миллионов евро у, по ее же собственным словам, скромной домохозяйки? И тут Бункерный не соврал. У них один источник доходов. Виллы и дома Людмилы куплены на те же деньги, на которые строился и дворец под Геленджиком. После развода в 2013 году... Слуги ходят в школу. Они живут вместе. Как это или не так? Это так. Путин обещал бесприданного жену не оставить и не соврал. Ведь вместе с любовью всей своей жизни Артур, который, к слову, на 20 лет младше Людмилы, получил еще и доступ к кремлевской денежной кормушке. Именно фонду Артура Очередного, никому неизвестного организатора праздников из Люберец, просто сыпятся деньги на голову. У него находятся сотни миллионов на реконструкцию здания на воздвиженке. Он, как по мановению волшебной палочки, получает все разрешения на грандиозное строительство в километре от Кремля. Именно в его центр межличностных коммуникаций стоит очередь из спонсоров. Так это выглядело до 2015 года. А в 2015 году ситуация несколько прояснилась. Людмила Путина официально вышла замуж за Артура, сменила фамилию на Очередное, и теперь все стало понятнее. Деньгами заваливают нового возлюбленного бывшей жены президента Путина. А стоило всего лишь взять жены, бывшую Бункерного, и миллионы как бы сами падали на счета. И так продолжалось бы и дальше. Влюбленная парочка счастливо прожигала бы миллионы, подаренные им Путиным. Но развязанная Россией полномасштабная война внесла свои коррективы. И всем некогда вкусившим с царского стола пора бы уже затягивать свои пояса.